Он жрал кошку, ты понимаешь? Алло, Вера, ребята, я не знаю, что делать, у нас открыта квартира, у нас кто-то взломал квартиру, Саша. Ребят, мы просто сейчас реально домой пришли, дверь открыта. Почему? Там жало. Что-то не могла, потому что мы могли сами закрыть? Нет, я точно ее закрывала. Да, ну в смысле, бред какой-то. В смысле, как мы могли квартиру открыть? Они сейчас там что-нибудь находятся? Я не знаю, у тебя есть у мамы ключи, может она пришла? Ни у кого нет ключей, Вера, тут у нас и все. Блин, я не знаю, что делать. Пошли и посмотрим. В смысле, как бы, дверь открыли. Если там кто-то и был, они ушли, значит, просто и все. Слушай, я не слышу ничего. После того, как Саша сказал эти слова, на самом деле, я услышала рычание какое-то. И нам вообще не стоило туда заходить. Саша. Ты слышишь? Ну, кто-то есть. Чего, блин? Саша. Вер, блин, сюда беги. Саша, ты видела там какие-то, что-то у них в маске блок? Тихо. Тихо. Иди сюда. Тихо. Я не знаю, что делать вообще. Так, стоп. У меня камера стоит. Блин, мы камеру помни ставить. Дай с телефона попробуем подключиться, посмотреть. Там их двое. Он нажирал нашу кошку. Тихо. Тихо. Что-то странное происходит. Мы стараемся записать какие-то аномалии, которые происходят. Когда мы заселились в эту квартиру, мы узнали то, что она проклятая. И здесь уже странности происходили. И даже съехало несколько жильцов до нас. У нас есть про это несколько видео. И мы продолжаем записывать то, что здесь происходит. Сейчас, если получится, если она не села и не разрядилась, мне удастся вывести на экран вообще что-то. Чего они делают? Я не знаю. Давай в ментовку звонить. Слушай, подожди. Давай пытаемся понять вообще. Что мы скажем? Блин, ментовку клопну, блин, напали на нашу квартиру. У них маски клопну уже. Да, я видела прям этот ужасный, ржущий там взгляд. Ты видишь, они ищут что-то. Я не понимаю, как у нас вот этот в черном клоун оказался сзади нас. Он в ночной клетке что ли ждал? Блин, а что если это мистический квест? В смысле, а почему не в масках клоуна? Когда-то давно в Даркнете мы купили квест. И думали, что он просто продлится две недели. Но по факту он нас преследовал несколько лет. И он был мистическим. Эти люди вообще больные просто. У них нету головы, мне кажется. И они могут сделать все, что угодно. И когда я увидела этих клоунов в масках, у меня прокралась мысль то, что это мистический квест вернулся в нашу жизнь. Я не знаю. Они могут сделать все, что угодно. Они реально что-то ищут. Ты видишь просто ровутся. Где Марта? Нету Марты. Видишь ее не видно в кадре. То есть, ну как бы явно... В смысле, жрут Марту. Ты чего, Вера? Ну, в смысле, я видела, что это было серое. В смысле, как человек кошку может сожрать? В смысле, кем надо быть вообще? Психом каким-то что ли? Господи, вот это все было хорошо. Слушай, смотри... Давай просто в полицию позвоним и все, Саша. Просто позвони в полицию. Ну давай, звони. Где он? Мой телефон у тебя. На, возьми мой телефон. Я хочу посмотреть, что они делают. Может они сейчас уйдут и мы сможем просто вообще взять и выйти. Слушай, вон они... Может они сейчас... Они уходят? Не знаю. Они уходят? Ну второй-то вон здесь ходят. Просто как нас вообще-то угораздило. Слушай, смотри, он чего взял? Твой шампунь? Ну, не знаю. Ты видишь, вон бутылка. Твой шампунь или что? Я не знаю, что это. Ну, похоже. Он же ред просто. Он на пианино играет, что ли? Он на тапки кидает. Вообще, зачем он это делает? Слушай, ты заметила, Катя? Он, по-моему... Они, типа, рассудились. Почему в носках этот чел ходит? Я не знаю. А второй чел ходит в Фроксах. Блин. Слушай, это... Слушай, это бабки. Ну, то есть, они как бы деньги мне важны. Потому что ты видела, он сам выкинул. Они ведутся как-то странно, нет? А что тебя смущает? Ну, зачем они все переживают? Если бы они что-то искали, то они бы уже нашли. У нас ничего нет. Дай, когда мне телефон, я звоню в полицию. Подожди, Вер, стой, не звони. 112 или какой там номер? 112, ты можешь подождать. Пожалуйста, не надо звонить. Давай я свою разберусь с ними. На камеру. В смысле, куда ты выйдешь и разберешься? Ты что, больной, что ли? Чего, Вер, в смысле? Ну, как бы... А что нам еще делать? Думаешь, жально, полиция сейчас за пять минут приедет. Что из нашей квартиры сделает? Покажет. Я не знаю, я не собираюсь. Возьми камеру, пожалуйста. Возьми камеру, пожалуйста. Я не знаю, что это случается, как это. Блин. Короче, я дружба и выйду, ну, верно. Это единственный вариант, серьезно. Ты куда ты пойдешь на прик... Ну, смотри, а ты хочешь здесь сидеть сейчас? Саша, ты никуда сейчас не пойдешь? Короче, я буду, пожалуйста, закрой дверь сейчас со мной и сиди, я тебе позвоню. Нет, Саша, ты никуда не пойдешь. Нет. Нет, пожалуйста, не надо. Я действительно там видела кошку. Он жрал кошку, ты понимаешь? Никого он не жрал. Там было что-то серое, Саша, не ходи туда. Тихо, дай мне заедите, просто сделай вид, что мы там, не знаю, успокоились. Сейчас мы, блин, и выменяем, и дверь, короче, просто был плодом. Саша, ты больной? Ты куда, блин, идешь? Не надо. Нет, просто доверься мне, хорошо? Ты готов? Закрывай дверь сразу. Куда сразу закрывать? За мной, как только я выйду. Ага, я тебя кину, что ли? Нет, пожалуйста. Все, пошли вместе. Я не знаю, что делать. О, Господи, я не знаю, что делать. Сейчас я посмотрю по видеосвязи, что там. Я не знаю, что делать. Они опытают. Я не знаю, что делать. Так, ладно, я пойду. Я пойду туда. Ай, больно. Больно. Нет, кинул, это не видно. Что происходит, Саша? Что? Меня бьют, Вера. Вера, до чего? Саша, понятно тебе? В смысле, меня бьют? Это брак! Хренан, блин. Блин, Саша, ты что? В смысле? Это ты впустил? Нет, я их не пускал. В смысле, а как вы тогда попали в квартиру? Саша, как ты реально в квартиру попали? Ну. Я не получил закрестеприимство. Вообще-то обниматься надо, как бы, положено, нет? Блин, ну это было очень страшно. Аня, что это такое? Блин, а Вера, ты не хочешь рассказать, кто это вообще? Это наши друзья, блин. Не знаю еще, что сказать. Сейчас, Санек, давай сделаем мечт, а мы не виделись. В смысле? Мы не виделись, Вера. Да блин, Саша, ты... Че ты палишь, а? Да ничего, мы ключи под ковриком нашли. Под каким ковриком? Я как бы знаю, где ваши вещи. Блин, Микель, хорош меня гнать, головшу вешать. Мы не оставляем ключ под ковриком. В смысле? Вон там коврик, я его сегодня ключ сам нашел. Там нету коврик, это раз. Во-вторых, мы не оставляем ключ. Не, а как вы попали в квартиру, Вера? Я говорю, ключ под ковриком. Саша, что-то ты улыбаешься как-то. Вера, я не знаю, как бы, как они в квартиру попали. Саша, давай колись, я вижу, блин, что ты что-то скрываешь. Ничего я не скрываю. Подговорил, да? Кого? Я ничего не подговорил. Ребят, блин, Саша, как так важно, блин, а? Это пранк. Давайте все вместе обнимем. Я рада тебя снять. Вера, ты спиралась, но скажи, что ты чувствуешь? Ну да. Нет, честно, я думаю, что у меня сейчас это просто паническая атака будет, и я не знала, что делать. Мне серьезно, а как бы ты отреагировал? Это, ребята, наши друзья, экстрасенс Мигель и его жена Аня. И мы с ними снимали очень много видео на моем канале и на канале Алекса Морал. Вы также можете их посмотреть. И они вот так внезапно решили приехать. Ну, с чего вы решили нас пранкануть так вообще? В смысле мы решили? Так-то мы с тобой договаривались. У нас какая команда. Ты не помнишь, как я тебе рассказывал, как нас в лесу так пранковали с масками? И, типа, ты такой, о, блин, клевая идея, давай так Веру пранканем. Так, а что, может, Вера тоже захочет? Просто что за вот этот квест в лесу, типа, может, мы захотим тоже? Да я не говорю про квест в лесу. Да. Для тех, кто не в курсе, у нас вышел вот такой крутой мерч. Ты можешь приобрести его по ссылке в описании и стать частью нашей команды. А еще дальше вас ждет свадьба, которую мы с ним и выложим на каналы. Так что не пропустите видео. Обязательно быть подписан на канал Алоэ Вера, на канал Алекса Морал и на наш телеграм-канал, куда приходит ссылка на каждое новое видео. И увидимся снова. Пока. Пока.